Здравствуйте, друзья! С вами Юлия Сапельняк. Сегодня разбираемся с глаголом требовать. По-сербски есть три глагола, которые вы можете перепутать и которые имеют отношение к требовать. Ну, во-первых, требати, потом захтевати и тражити. Разберёмся, в чём между ними разница и когда какой употреблять. Итак, во-первых, глагол требати. Он означает нуждаться в чём-то. Он не означает требовать. Требовать по-русски это когда я чего-то хочу и я обращаюсь к кому-то с каким-то требованием или просьбой. Так вот, по-сербски требати не имеет такого значения. Мы используем требати, когда просто в чём-то нуждаемся. Например, требую мне новые циклы. Мне нужны новые туфли. Я никого, ничего не требую. Просто я объявляю, что у меня есть такая потребность. Требова знать, что сэдэшева. Вам нужно знать, что происходит. Нужно. Нуждаетесь. Требуется вам. Но вы этого не требуете. Никому не обращайтесь с таким требованием или просьбой. Просто даёте такой сигнал в воздух, что у вас есть такая потребность. Поэтому не путайте этот глагол требати с русским глаголом требовать. Как же по-сербски всё-таки сказать именно требовать? Есть такой глагол захтевати. Он означает настоятельно просить. И также требовать в значении подразумевать что-то. Ну, давайте посмотрим на примерах, что имеется в виду. Радницы захтевают вече платы. Рабочие требуют больших зарплат. То есть настоятельно просят, требуют. Вот в таком прямом смысле. Или. Ходание не захтево посыбан тренинг или вештины. Подробная самоутговаривающая обуча. Ходьба не требует особой тренировки или навыков. Нужна только подходящая обувь. То есть требует значение, как бы не подразумевает, не включено это понятие. И ещё один пример. Сваки добр план захтева и мало сречи. Каждый хороший план требует и немножко везения. Требует, то есть подразумевает или включает. И ещё один глагол, который наверняка вы знаете, он часто используется. Это глагол тражитли. У него несколько значений. Просить, требовать, также подразумевать, включать. Ну и ещё основное его значение искать. Но здесь оно нам не подходит, потому что это совсем другое значение. То есть это в общем-то синоним захтевоты. Только мягкий такой, да, не настоятельно требовать. Требовать, а просто просить. Примеры. Оно, что тражим я в руло едно встану. То, что я прошу или то, чего я требую, очень просто. Претенство тражей об островный труд. Дружба подразумевает взаимный труд или требует взаимного труда. Так же, как и предыдущий глагол захтевоты. Само на траже да притчам о томе. Только не проси, не требуй об этом говорить. Спасибо вам за внимание и до встречи в следующем ролике.